Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен. В Центре военно-патриотического воспитания молодежи прошел урок мужества, посвященный Дню Неизвестного Солдата. На эмоциональном и не оставляющем равнодушном никого уроке побывала и Фатима Даурова. Уходя в бой, заполняли медальончик. Медальон заполнял сам солдат. А существовало поверье. Если я заполню, я погибну. Не заполню, а стал он живой. Он не заполнил, а мы его нашли, захоронили. И он, понимаете, это страшные слова. Навсегда, навсегда для всех остался без вести пропавшим. И таких очень много. Вот мы нашли за время нашей работы 59 медальонов. Из них заполненных было только 23. А все остальные захоронены, знаем где. Потому что карта, и мы на карте отмечаем, где захоронен. А кто, уже никто никогда не узнает. Но эти молодые ребята, которые сегодня подготовили урок мужества, не сдаются. Они ищут данные без вести пропавших на всех возможных информационных платформах. Принимают участие в поисковых экспедициях и делают все возможное, чтобы семьи, которые когда-то получили извещение о пропавшем солдате, получили весточку даже спустя столько лет. Они проверяют по всем данным интернета, где что можно найти и заполняют. Фамилия, имя, отчество, где призывался, когда призывался, где воевал, где погиб. И если есть, то где захоронен. К нам, знаете, сколько писем приходят, просят, найдите, где захоронен. Были случаи, находили, ездили родственники. И в Крым ездили, и на Украину ездили. Но, увы, это редко. В декабре 1966 года, в 25-летие разгрома гитлеровских войск под Москвой, в Александровский сад 41-го километра Ленинградского шоссе, место кровополитных боев, был перенесен прах неизвестного солдата. А уже 8 мая 1967 года, в канун Победы, был открыт мемориальный архитектурный ансамбль «Могила неизвестного солдата». В центре пятиконечной звезды зажегся вечный огонь. Он был задуман как памятник всем павшим воинам. И в первую очередь тем, чьи имена так и остались неизвестными. В советское время говорили, 20 миллионов не вернулось с войны. Сейчас говорят 27. Вы никогда не задумывались, почему разница такая? И не потому, что прятали, и не потому, что скрывали. А вот эти 7 миллионов, это те, которые через 75 лет наконец-таки сказали, их нет в живых, они умерли. Они все числились практически пропавшими без вести. Это самое страшное для солдата любого. Быть неизвестно где. Между небом и землей для родных и близких. Для солдата, для его родных. Поисковый отряд «Подвиг» Карачаева-Черкесии имеют многолетнюю традицию по нахождению останков советских бойцов. Их работа посвящена увековечению памяти о погибших соотечественниках в годы войны. И, конечно же, огромная роль отводится патриотическому воспитанию молодежи. Юные искатели-поисковики приходят на смену своим старшим товарищам, переняв от них лучшие традиции и многолетний опыт.